Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Так получилось несколько лет тому назад, что у меня открыто два канала, которые называются «Любовь-крюк», прописанные на английском и на русском языке. Вот этот канал, это первый мой канал, на котором я работаю более активно, но здесь есть также видео, которые созвучны с теми, с той темой тех видео, которые на нашем этом вот, в вашем канале, на котором вы сейчас смотрите. В частности, смотрите, есть прейлист, который называется «Самомассаж и упражнения». Там массаж шеи, массаж головы, массаж рук. Эти видео, они очень популярны, можно сказать, набрали очень много просмотров. Я бы хотела, чтобы вы с ними тоже ознакомились. Поэтому сейчас я некоторые из них в этом же видео постараюсь вам их показать. А вы делайте вместе со мной, это очень полезно. Я, как бывший массажист, знаю, что массаж – это хорошо, а сама массаж – это еще лучше. Потому что вы сами сможете себе в любой момент, своими ручками, можете сделать себе массаж, что облегчит вашу жизнь, снимет боль, улучшит ваше самочувствие, ну и так дальше. Поэтому приглашаю вас, смотрите с удовольствием, пишите свои комментарии, я буду очень рада их прочитать. А если вы захотите посмотреть больше, все плейлисты, все видео, которые есть на этом моем, так сказать, первом канале, я оставлю ссылочку внизу, переходите, смотрите. Вы очень много чего увидите и узнаете обо мне. Очень часто шея болит у людей от неправильной подушки, от сквозняков, от сидячего образа жизни, от неподвижного образа жизни, от того, как человек сидит, от его осанки. И очень часто вот эти вот мышцы, шея, как бы затекают, деревянеют, не дают нормального кровообращения, начинают болеть глаза, устают глаза, болеть голова, ну и так дальше. И я сейчас хочу показать вам простые такие вот упражнения и массажные движения вашими же руками, для того, чтобы облегчить вашу, можно сказать, жизнь. Сейчас я поворачиваюсь к вам спиной, показываю свою шею, и как вы можете начинать и делать массаж. Для начала надо зону плеч и шеи погладить. Мы делаем такие поглаживающие движения. Можем попеременно двумя руками, можем одной рукой погладить. Если мы сидим где-то за столом, в одной руке мышка, а другой мы можем вот так вот даже поглаживать. Одной рукой, потом второй. И поглаживающие движения. Более такие отягощенные чуть-чуть. Ну и вот так все идет. Дальше мы начинаем разминать. Пальцы ложим, практически все руки, все четыре пальца, ложим вдоль позвоночника. И начиная от самого черепа головы, начинаем разминать вот эти вот зоны. Идем вниз. Не важно, что вы в одежде, не страшно. Разминаем вот так. Круговыми движениями. Можно пройтись аж по позвонку. Дальше мы должны ощутить тепло. Можно вот так разминать. Растираем, потом начинаем более глубоко разминать. Можно двумя руками. Хорошо так прям сдавливаем мышцы. Потому что как раз от этих мышц и идет зажатость, контрактура. Идем к плечам. Немножечко поворачиваем голову, проводим вот так к плечу. Из-за уха. И вот это вот вы чувствуете натяжение такое. Разминаем. Разминаем немножко плечо. Одной рукой, также точно второй. Немножко поворачиваем голову в сторону к плечу, чтобы почувствовать это натяжение. О, уже пошло движение. Дальше поглаживаем. После каждого такого вот несколько минуту-две разминаем. И немножко вот так поглаживаем. Шея это не только то, что у нас сзади. Шея у нас есть и впереди. Поэтому от того, как будут, какая будет шея, как будут растянуты вот эти вот мышцы, позвоночники. Насколько у вас будет длинная шея, насколько у вас будет меньше подбородок двойной. Поэтому желательно пройтись и по ключицам легонько. Здесь уже кожа более нежная. Если вы в одежде, вы можете немножечко тоже так вот по одежде пальчиками пройтись легонечко, не сильно растягивая кожу под одеждой. Или если без одежды, вот так потихоньку проходитесь. Дальше мы можем постучать. Такие движения. Здесь. Такие вибрационные. Можно постучать вот так. При этом пальцы вы не смыкаете. Пальцы должны рук свободно двигаться. Не вот так стучать, а пробовать может даже ладошкой, но тоже согнутой. Вы уже почувствовали хорошее тепло и движение. После каждого такого движения немножечко поглаживаем себя. Дальше можно сделать немножко вот так массаж. Вот здесь, где мышцы крепятся. Тут такие точки. Часто у людей, у кого болит голова, головные боли. Здесь сильная такая зажатость. Здесь даже плохо прощупывается вот эта кость черепная. Поэтому пройдитесь по этой кости. Легонько. Сначала не сильно. Но потихонечку вы будете ощущать свое тело. Вот здесь в центре тоже есть такая ямка. Ее можно прощупать, потрогать, подвигать. Вы посмотрите, что здесь есть разница. Может быть, вот здесь вы почувствуете шею с двух сторон. Она не одинаковая. Могут быть какие-то такие более плотные, какие-то уплотнения, какое-то похрускивание. Все это можно постепенно разминать и самомассажем устранить вот эти все ваши изменения, которые проходят с возрастом. Конечно, можно делать такие упражнения и такой самомассаж и как профилактический. Но если у вас уже болит шея, если вы чувствуете какие-то головные иногда боли, значит, вам обязательно показан такой самомассаж. Самомассаж это намного лучше, чем вы будете периодически ходить к массажисту. Хотя это тоже очень хорошо. Людям, которым я рекомендовала самомассаж, и они его выполняли, они добивались значительно лучших и результатов, и быстрее у них проходили те болезни, в частности, головы, шеи, даже плеч, рук, когда они делали это сами практически постоянно. Так что здоровья вам! Делайте такие упражнения. Можно, конечно, еще после разминания, только после этого, сделать наклоны головы вправо, потихонечку влево, не спеша. Вот так вы прочувствуете, насколько у вас голова более подвижна. Сделать такие повороты головы в одну сторону, в другую. Если вы повернете вправо и еще вправо повернете глаза, скосите в ту сторону, вы увидите, что ваша голова повернулась еще больше. Посмотрели сюда прямо. Медленно повернули влево, глаза влево, голова повернулась еще больше. Поднять можно голову и немножечко ее вот так. Вроде бы вас кто-то тянет здесь за макушку. Вот так такие легкие, простые упражнения. Разминание, растирание, поглаживание. Дадут вам здоровье и настроение. Если вы хорошо вникнуете в этот метод, в этот способ массажа, вы увидите, насколько он прост и насколько он действенный. Итак, первое упражнение. Мы захватываем голову от висков ладонями и начинаем сдвигать кожу головы вперед и назад, доходя до макушки. Я сдвигаю не волосы, а сдвигаю кожу на голове. Еще раз показываю. Мы захватываем руками голову, ладонями виски и идем в направлении к макушке. Такое упражнение можно сделать один раз или два. Следующее упражнение. Мы захватываем ладонями и ложим ладони на лоб и те же самые движения проводим только впереди. Сдвигаем, хорошо придавливаем и сдвигаем полностью ладонью. Приятные, хорошие ощущения. Мы можем ощутить где-то болезненные участки. И это хорошо. Значит, обнаружен даже очаг боли. Дальше мы берем голову, третье упражнение. И сдавливаем. И не убирая от головы, отпускаем. Сдавливаем. Какой-то даже холодок такой проходит. Если вы за мной делаете, вы это почувствуете. Отпускаем. Приятные ощущения. Следующее упражнение. Как было вторым. Мы ложим руки на лоб и точно так же придавливаем. Сдавливаем и отпускаем. Сдавливаем и отпускаем. Следующее упражнение. Делаем массажные движения от висков в направлении к макушке. Хорошо, хорошо растираем кожу головы. Медленно, не спеша отпускаем. Ложим руки на ладони. То есть ладони на лоб. И точно так же массажируем от лба к макушке. Вы видите по движению волос. Вы видите, как я медленно все это растираю. Делаем пальцами такие массирующие движения. Следующее упражнение. Безымянными пальцами делаем растирающие вращательные движения от переносицы и по надбровной дуге к вискам. Растираем. Можно один раз. Следующее упражнение. От основания носа точно так же массажируем тоже к вискам. Следующее упражнение. Большие пальцы. Ложим сразу за уши. Здесь такая ямка. И массажируем. Растираем за ушами. Несколько движений. Три-пять движений. Следующее упражнение. Или массаж. Делаем козелко ушей. Растираем. Следующее. Делаем. Вот ушная раковина. И есть мочка уха. Мы ее тоже опускаем и поднимаем. Растирающие такие делаем движения. И дальше массажируем полностью все ухо. Медленно. Растираем полностью ушную раковину. Вы должны почувствовать такое легкое, приятное тепло. Прогладили ушки. Пошли по внешней части шеи. И следующее упражнение. Разминаем ладонью. Растираем часть правой рукой. Левую сторону. Внешнюю сторону шеи. И идем к ямке под рукой. И следующей рукой. Точно так же. Идем сюда. Здесь как бы лимфопротоки. Мы даем лимфе правильное направление. Она идет вниз. Следующее упражнение. Разминаем левой и правой рукой. Ложим ее на верх. Вот на голову. И ладонью. Растираем голову. Растираем сторону шею. Растираем круговыми движениями. Плечо. И предплечье. Разминаем хорошо. Аж до локтя. И следующей рукой. То есть левой рукой. Делаем те же движения. Правой стороны. Шею. Массажируем хорошо плечо. Захватываем мышцы. Не обязательно быть без одежды. Можно это делать на работе. Можно быть в одежде. И встряхнули ручки. И следующее упражнение. Растираем голову. Идем по направлению от центра головы. К шее. И растираем хорошо шею. Массируем от макушки к шее, к спине. Сколько кто сможет достать. А также массажируем от ямки. Сюда по направлению к ушам. По границе волосистой части сзади головы. Массажируем к ушам. И последнее упражнение. Поглаживаем по ходу росту волос. И поглаживаем лоб. Можно даже не притрагиваться. Будьте здоровы. Я надеюсь, что этот комплекс вам поможет снять головную боль. Или же, если у вас таковой нет, то все равно эти упражнения, этот самомассаж, он улучшит кровообращение головы. Он улучшит вашу работоспособность, ваше настроение. И если вы будете его делать каждый день, вы будете здоровы. Чего я вам и желаю. Продолжение следует...